В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгски». В студии Татьяна Анкудовича. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Преступная беспечность. Пьяных за рулем ловили сотрудники ГИБДД. Морж из Африки. Вместе с выборгскими пингвинами к зимнему экстриму приобщился уроженец Танзании. Маленькие звезды большого спорта. Дошкалята сошлись на Малых Олимпийских играх. Два моста отремонтируют в Выборгском районе в этом году на средства из регионального бюджета. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В программу попал мост через Вуоксу на участке Каменогорск-Дубинина. И переход через безымянный ручей на трассе Лесогорский-Топольки. Стоимость ремонта на двух объектах более 185 миллионов рублей. Всего в Ленинградской области в рамках нацпроекта приведут в надлежащее состояние пять мостовых переходов. За беспорядочную расклейку рекламных объявлений полагается штраф. Об этом регулярно напоминают специалисты администрации Выборгского района. Тем не менее, листовки соответствующего содержания продолжают появляться снова. На фонарных столбах, автобусных остановках, водосточных трубах, фасадах домов и дверях подъездов. Так, организаторы скандинавской ярмарки хорошо поработали над рекламой. Правда, сделали это в обход закона. Помимо множества объявлений, расклеенных где попало, они украсили историческое здание шарами. А у входа выставили надувные объекты, привлекающие внимание потенциальных покупателей, что тоже запрещено. Представителю торговой точки выписали административный протокол. А все внешние атрибуты сотрудники комбината благоустройства демонтировали. Операцию «Нетрезвый водитель» вновь провели сотрудники ДПС. В январе подобные рейды проходят по всему региону. Зимние праздники закончились, но подвыпивших автомобилистов по-прежнему встречается немало. За работой дорожных инспекторов наблюдала наша съемочная группа. Пьяный за рулем преступник – эта крылатая фраза, к сожалению, звучит убедительно не для всех. И садятся за руль выпившими намного больше людей, чем мы можем себе представить. Это подтверждают рейды, которые регулярно проводят сотрудники ДПС. На таких персонажей особенно богат январь. В Новый год, Рождество, Старый Новый год и другие праздники на дорогах становятся опаснее, чем в обычные дни. По словам сотрудников ГИБДД, в прошлом году случилось 35 пьяных ДТП. Было выявлено более 500 нетрезвых водителей. Инспекторам запомнился случай, произошедший в середине апреля прошлого года, когда в автомобиле вместе с абсолютно пьяными родителями, один из которых был за рулем, оказался маленький ребенок. Максим, иди вот к жене, пожалуйста, посиди, чтобы ты опять упадешь на дорогу. В январе этого года уже зафиксировано 4 аварии, произошедшие по вине нетрезвых автомобилистов. Задержано 26 водителей под шофе. Кстати, по закону, отказ от медицинского освидетельствования считается таким же нарушением, как и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа административного в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264, прим. 1. Многие водители считают, что если они отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения, то они не понесут какого-то наказания. Однако это ошибочное мнение. Санкция точно такая же, как и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД призывают очевидцев сообщать о неадекватном поведении автомобилистов на дорогах. Нужно позвонить на номер 112 или в местный отдел дорожной полиции, назвать номер и марку машины, а также направление ее движения. И, конечно, каждый из нас должен всячески препятствовать людям, желающим сесть за руль нетрезвыми. Если вы видите, что ваш друг находится в состоянии опьянения, ни в коем случае не передавайте ему ключи от автомобиля. Если вы видите, что ваш знакомый, родственник какой-то, хочет сесть за руль в нетрезвом виде, за руль своего автомобиля, конечно, надо забрать ключи и принять все меры к недопущению такого нарушения. Потому что нетрезвый водитель, ну, дело даже не в нарушении, а в том, что он ведет себя неадекватно, он теряет контроль над управлением, не может оценить свои действия в полной мере, так как это делает трезвый человек. Каждый такой рейд выявляет до 10 водителей в нетрезвом состоянии, либо отказывающихся проходить медосвидетельствование. Инспекторы напоминают, пьяное вождение – это не только риск повредить свой или чужой автомобиль, но и прямая угроза жизни и здоровью ни в чем не повинных людей. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». В Ленинградской области продолжает действовать программа гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса. Поручительство предоставляет региональный фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Объем финансирования на 2023 год – более 800 миллионов рублей. В прошедшем году было заключено 112 договоров поручительства. Привлечено порядка полутора миллиардов рублей. За консультацией обращайтесь в фонд по телефону или электронной почте. О том, как сделать мир вокруг себя чище, правильно сортировать бытовые отходы и вступить в ряды экозащитников, говорили в студии программы «Городская среда». О философии зеленых людей рассказала основатель экологического движения «Зеленое будущее» Екатерина Бусова. Также зритель узнает о том, какая продуктовая упаковка подходит для дальнейшей переработки и почему чай и гречка в пакетиках – не лучший вариант. А как определить, годится ли та или иная тара или пластик для дальнейшей переработки? Какие-то значки нужно узнать, наверное. Конечно. На самом деле переработка – это часть технологического процесса. И ничего такого здесь особенного нет. Это химический процесс, который требует деления пластика по фракциям. На каждом из товаров, которые мы приобретаем, всегда есть маркировка. И читая эту маркировку, мы можем определить тип пластика и, соответственно, потом сдать ее в переработку. То есть просто разделяя ее по фракции. О том, куда можно принести вторсырье и многом другом, расскажем в программе «Городская среда». Включайте телевизор в среду 1 февраля в 19.00 на канале ВМТК. Мост памяти объединит всех, кто помнит о подвигах участников Сталинградской битвы. К историко-патриотической акции присоединится и Выборгский район. 2 февраля на Красной площади Выборга пройдет мероприятие, посвященное одному из важнейших в истории Великой Отечественной войны событий – 80-летию победы Красной Армии в судьбоносной битве. Место выбрано не случайно. Улица Мира в период с 1945 по 1961 год носила название «Сталинградская». Отдать дань памяти и уважения подвигу придут школьники, молодежные активисты, официальные лица. Будут звучать стихи и песни. Своеобразной сценой для выступающих станет раритетный автомобиль «ГАЗ-69». Мероприятие начнется в 15 часов. Отделение российского движения детей и молодежи открылось в Выборгской школе номер 14. Это еще совсем юная общественная организация, созданная под патронажем президента России и призванная объединить все существующие сегодня движения. Она должна аккумулировать условия для всестороннего воспитания, развития и самореализации российской молодежи. Наши корреспонденты одними из первых поздравили школьников. Российское движение детей и молодежи на законодательном уровне утверждено лишь полгода назад. С сентября по ноябрь школьники всей страны обдумывали название, идеологию, программу новой общественной организации. В итоге назвали ее «Движение первых», что и определило основной вектор работы. Она объединит все сферы деятельности воспитания молодого поколения и создаст условия для образования и самореализации. Сейчас принято 12 направлений работы организации. Это спорт, творчество, образование, историко-патриотическое воспитание, туризм, экология и не только. Это и творить добро, заниматься волонтерской деятельностью, быть здоровым, вести здоровый образ жизни, призывать к этому семейные ценности, крепкая дружная семья. Это какие-то передовые идеи, это и учеба, и технологии. В принципе, это весь тот воспитательный аспект, для чего мы и работаем, как система образования. Мы растим все-таки будущее, мы растим гражданином, мы растим достойного представителя современной России. Школа номер 14 стала первой в Ленобласти, где появилось первичное отделение РДДМ. Ее ученики не только активно участвовали в разработке программы движения, но и стали делегатами первого съезда. Школа была первой в 2016 году, вступив в Российское движение школьников. Она была инновационной площадкой, она была пилотным проектом, и они успешно этот проект запустили. Они стали первыми в Выборгском районе, одними из лучших в Ленинградской области. Им миссия в принципе понятна, то есть эти ребята, они всегда этой работой занимаются. В нашей школе сегодня историческое событие. Мы открываем первичное отделение российского движения детей и молодежи, движения первых. Быть первыми – это очень почетно, ответственно, нелегко, но очень интересно. Поэтому впереди у нас с вами много ярких, незабываемых мероприятий, событий. У нас все получится в лучшее. Спасибо. Еще шесть школ Выборгского района готовятся последовать этому примеру. Документы на открытие первичных организаций уже подали Вещевская, Возрожденская, Карабицынская школы, Каменогорский и Приморский центры образования, а также школа номер 10. По плану к маю в Выборге будет создано местное отделение организации, а предположительно к ноябрю этого года в движение первых включатся все школы района. Елена Березовская, Валерий Присижнюк, Медиагруппа «Наш город». Тепло для героя. Стартовала всероссийская акция в поддержку российских военнослужащих. К Дню защитника Отечества людям старшего поколения предлагается связать теплый подарок для участника специальной военной операции и написать ему письмо со словами поддержки. Присоединиться к проекту могут и серебряные волонтеры Выборгского района. Осенью прошлого года Выборгский клуб «Горлицы» активно участвовал в благотворительной акции «Бабушки на тепло». Связанные заботливыми руками носки были доставлены в областной ресурсный центр серебряных добровольцев во Всеволожске, а затем переданы в зону проведения СВО. Спешите делать добро. Наш Добрыня продолжает исполнять мечты и знакомить зрителей с самыми отзывчивыми жителями Выборга. Программа выходит в последнее воскресенье каждого месяца. И, возможно, пришел ваш черед стать ее участником. В этот почтовый ящик в библиотеке «Алта» могут упустить письма все, у кого есть сокровенные, но пока не исполнившиеся мечты. И, возможно, именно вы станете тем счастливчиком, желание которого исполнит Добрыня. Также вы можете рассказать о людях, которые помогли вам, и через нашу программу выразить благодарность. Или же вместе с Добрыней на камеру запечатлеть добрый поступок, чтобы передать эстафету добра как можно большему количеству людей. Пишите письма, указывайте свои контакты, чтобы мы легко вас нашли, или отправляйте их на электронную почту, адрес на экране. И пусть наш город станет самым добрым в нашей стране. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отправиться на Олимпиаду прямиком из детского сада. В поселке Рощино прошли традиционные соревнования для дошкалят – Малые Олимпийские игры. С каждым годом масштаб мероприятия растет. Команд-участниц все больше. За юных спортсменов болела и наша съемочная группа. Малые Олимпийские игры впервые собрали в Рощинском центре культурного досуга дошкалят со всего Выборгского района. Все они уже знакомы с основами здорового образа жизни. Эти соревнования проводятся с раннего возраста. Основная цель – вовлечь как можно больше детей в занятия физической культурой. Малые Олимпийские игры в поселке Рощино проводятся уже более 10 лет. В этом году мы побили все рекорды. И к нам приехало 12 команд, 12 дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Выборгский район. В рамках сетевого взаимодействия с различными учреждениями ребята знакомятся с друг другом посредством спорта. Организатором мероприятия выступает Комитет образования администрации Выборгского района. В этих командных мероприятиях участвуют, принимают активное участие не только педагоги дошкольных учреждений, а также родители. Хочется пожелать не только победы и успехов в соревнованиях, а прежде всего хочется пожелать всем участникам нашего сегодняшнего мероприятия хорошего настроения. Особое настроение на открытии Малых Олимпийских игр создавали сказочные герои. Первым конкурсом для ребят стало приветствие команд. Сделай раз! Делай два! Делай три! С первых минут соревнований среди маленьких спортсменов развернулась упорная борьба. Юным олимпийцам предстояло продемонстрировать скорость, ловкость и, конечно, командную игру в эстафете, полосе препятствий, биатлоне, баскетболе и футболе. Важную роль играла и мощная группа поддержки. Болельщики пришли целыми семьями. Физическую подготовку и выполнение упражнений оценивала компетентная жюри. Приз за лучшее приветствие получили крепыши из Выборгского детского сада номер 35. По итогам всех игр третье место заняла команда «Парус» – 31-й детский сад. Второе место у синхронистов из поселка Рощино. Мне больше понравился футбол, вокруг конусов. Я люблю бегать. Победу одержала команда «Факел» из Выборга – воспитанники детского сада номер 20. Радость успеха с юным Романом разделила его мама Оксана Олеговна и старшая сестра Анна. Было страшно, но Рома молодец. Мне больше всего понравилось вести мяч на бой. Было очень волнительно. Мы переживали до последнего. До последнего не верили, что получим даже призовое место. Но все случилось отлично, завершилось прекрасно. Я думаю, что дети рады. Родители рады безумно. Марина Чусова, Виктория Иванова, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». 54-й марафон «Дорога жизни» в память о полном освобождении Ленинграда от блокады собрал более 4 тысяч человек. Традиционно он прошел во Всеволожском районе. Старт был дан у мемориала «Разорванное кольцо». Основатель забега и бессменный его участник – житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин. На днях ему исполнится 91 год. Григорий Иванович успешно преодолел дистанцию в один километр. В марафоне приняли участие представители всех районов региона – и взрослые, и дети. Самые подготовленные пробежали 42 километра 200 метров. Студент Петербургского горного университета и преподаватель английского языка одного из выборских центров – Роберт из Танзании – впервые окунулся в прорубь вместе с командой Выборг-ТВ и участниками клуба закаливания «Пингвин». Новоиспеченный морж поделился эмоциями с нашими корреспондентами. И после этого впервые встал на коньки. Репортаж Вероники Когут. Ледяная вода Финского залива покорилась будущему архитектору и преподавателю. Уроженец Танзании Роберт из Санкт-Петербурга впервые окунулся в прорубь. Сначала он не мог произнести ни слова, а потом поделился впечатлениями с нашим корреспондентом Владимиром Кочетковым, активным участником клуба закаливания «Пингвин». Все отлично. Первый раз очень круто. Вот, друзья, видите, давайте, а вот вы стесняетесь, не приходите, давайте с нами купаться. Клуб закаливания базируется на лыжной базе в Кировских дачах. И каждое воскресенье в 10 утра выборгские моржи встречаются, чтобы окунуться в прорубь. Открытие для себя в тот день сделал не только Роберт. Наш коллега и еще несколько участников впервые погрузились в ледяную воду с головой. Это действительно новое ощущение, правда. Несколько часов спустя команда Выборг ТВ встретилась с Робертом уже на ледовой арене. Там молодой человек впервые в жизни встал на коньки и рассказал о себе. Три года назад он поступил в Санкт-Петербургский горный университет и переехал в северную столицу. У меня дедушка тут учился, я тоже в горном, уже давно. И он предлагает лучше учиться в Санкт-Петербург. Во-первых, город очень красивый. Люди там, они веселые и очень душевные. И когда мне так сказали, я вот, почему нет? Мне вообще очень-очень нравится в Питере жить. Ну, в Москве очень редко бывало, но мне там не так очень, как в Питере. В Питере мне больше нравится, потому что город такой спокойный город. И люди, как я уже сказал, что они веселые, душевные. Это очень-очень важно для меня, особенно, ну, как ты понимаешь, я из Африки, там люди такие. Поэтому, когда я видел такое настроение, ощущение в Питере, мне больше понравилось в Питере жить. Студент по совместительству преподает разговорный английский выборгским школьникам. Успел познакомиться с главными достопримечательностями нашего города. Я знал по архитектуру Арва-Арту, но никогда не видел его построек. И мне сказали, что в Выборге есть музей Арва-Арту, который сейчас библиотека, да? Библиотека, да. Вот, я успел его посмотреть, и мне очень-очень понравилось. А еще замок, я тоже успел там, я был один раз в замок, и я смотрел, какие традиции, у них там вещи, которые не делали, мне очень понравились, потому что никогда не видел. И еще город сам, в центре города я гулял немножко. И людей тоже, как я сказал, тут в Выборге очень душевные люди. Кататься на коньках для Роберта оказалось гораздо более сложным испытанием, чем окунание в прорубь. Он уже подумывает о том, чтобы пройти процедуру погружения еще раз. Каждый раз я видел в интернете, я просто боюсь. Что это такое, почему люди так делают? Но сегодня я попробовал, мне очень понравилось. И, может быть, в следующий раз я буду делать. Потому что я думал, что, может быть, вода, а не холодно. Но когда я там был, было теплое, поэтому я думал, это худо. Надо попробовать. Опыт очень важен. Мне кажется, нехорошо говорить, что что-то нехорошо, если ты не попробовал. Надо попробовать, чтобы иметь опыт. Типа, я об этом говорю, потому что я делал, я попробовал. И мне очень понравилось, или мне не понравилось. Вот так надо делать. К концу встречи с командой Выборг-ТВ Роберт хоть и с помощью опоры, но уже проехал несколько кругов самостоятельно. Вероника Когут, Владимир Кочетков, Медиагруппа «Наш город». На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг-ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова